Итак, друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы с вами поговорить про память. В частности, эту память еще покупал в феврале месяце, но как-то руки все не доходили. У меня система на DDR4 памяти, здесь 12900КС, и память у меня стоит DDR4, как вы поняли. В свое время, когда я ее покупал, не хотелось обновляться на платформу DDR5, то есть тратить лишние бабосы, материнки, очень много денег, опять же, стоит. И, в принципе, для тех, кто не планирует покупать CDDR5, а планирует просто освежить память, вот вам отличный вариант. Этот же скилл на B-Die Чипах Trident Z Neo. Стоит две плашки по 16, 15 тысяч рублей примерно в ДНС. Вот такие здесь циферки. Цель 14, 14, 14, 34. Но брал я ее для того, чтобы ее разогнать тысяч до четырех, и в режиме один к одному, гир один. То есть, как это все получилось, сейчас вам вам покажу, расскажу. В комплекте у нас идет вот такая коробочка. Здесь, соответственно, лежат две плашки. Вот такая вот брошюрка и наклеечка G-SK. Саму память, я думаю, здесь, в принципе, видно. Снимать мне оттуда лень, потому что, ну, сами понимаете, здесь такой кастом, пока это у меня еще без воды. Только недавно поставил. Очень равномерная подсветка, в отличие там от недорогих каких-то памятей. То же самое у меня была не так память. Это светится более равномерно. Очень мощные, толстые вот эти вот алюминиевые радиаторы, которые находятся с двух сторон. То есть, до памяти, в принципе, докопаться вопросов нет вообще. Но я думаю, что сами плашки вы видели, да, и смысл вам это все показывать, объяснять, когда вы можете это все посмотреть на сайте производителя в хорошем качестве картинки. Я ее обычно использую в красном режиме. У меня материнская плата Gigabyte, и для этого есть такое приложение RGB Fusion. Вы его запускаете, ну, оно, вернее, в автозапуске у вас всегда стоит. Открывается приложение, здесь у вас есть раздел память. И, в принципе, память вы можете поставить хоть статический цвет, любой, при том, для каждого светодиода можно поставить разную подсветку. И также вы можете выставить любой режим. Флеши, смена цвета, вообще ее можно отключить, эту подсветку и так далее. То есть подсветку отключить можно, прямо через материнскую плату. Нажать применить, и это у вас сохранится в настройках. Единственное, нельзя поменять, это яркость подсветки. Не знаю, на моей только материнке или нет, но вот уже вторая память, и на ней нельзя никак поменять. Красно светится она вот таким вот образом, равномерный, красный. Ночью все это вообще смотрится очень шикарно. Но в данный момент мне пока хочется красный. Вентиляторы стоят для анли, их тоже можно разноцветные цвета вывести. И так далее, то есть любой цвет, какой ее хочется. У меня сейчас, в частности, все вот так вот в красном светится. Что еще хотелось бы рассказать. Как я вам уже и говорил, я ее настроил. То есть я не стал применять XMP профиль, а я зашел. Поставил вручную 4000 Гц. Поставил Gear 1 режим. Это самое видно его здесь. То есть Gear Mode 1. Поставил тайминги первичные, вторичные, третичные. Вообще ничего не трогал. Я поставил 16, 16, 16, 36. Остальное все на автомате. И поставил напряжение 1,45. При этом напряжение, при этих таймингах, при этой частоте Gear 1 с этим процессором 12900КС. У меня память работает в 4000 Гц. Как это видно, в принципе, и здесь, и вот здесь. Сразу же прогнал вам тест. Чтение 59. Ну, грубо буду округлять. Чтение 59. Запись 56. Копирование 60 тысяч. И latency 61.2. CPU у меня настроен сейчас в 5.2. 12900КС. И, в принципе, вот они прописаны. Вот эти тайминги и частота. Очень удобно, что в этой памяти, когда я настраивал, я пробовал разные вольтажи и так далее, пока я подбирал. И в этой памяти здесь есть датчики температуры в самих плашках. То есть, вы можете контролировать это через программу HF-Info. В данном случае память у меня 35-36 градусов. Самые большие пики, когда стресс-тесты проходишь, какие-нибудь вот эти ММ-тесты, максимально нагревалось, по-моему, 46 градусов. Если она у вас будет прогреваться до 49-50-50 градусов, то, скорее всего, у вас будет краш. Так его назовем. И вам придется менять, наверное, вольтаж или думать что-то с охлаждением. У меня никаких дополнительных сюда вентиляторов не стоит. То есть, если бы можно было охладить, я думаю, можно ее погнать еще чуть побольше. По большому счету, что получается, вы берете память на 3200 с таймингами 14 за 15 тысяч рублей и делаете из нее память, которая стоит дороже. Просто покрутив ручками в материнской плате в BIOS. Вот, собственно, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, милости просим в комментарии. Все, что хотел, вроде все показал. Сейчас все ЦПУЗ финалочку запущу. Вот у нас здесь вы видите память 3200 и стоит она в Gear 1 в 2000 МГц, то есть 1 к 1. И тайминги 16-16-16-16-16-16-16. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Есть вопросы, милости просим в комментариях.